София Ротару придумала хитрый план, переписала московскую квартиру на сына, потому что когда она была владелицей, никто не покупал, но ведь от перемены-то родни, итог вряд ли поменяется. За 127-метровую трешку в центре Москвы возле зоопарка Ротару хотело примерно 65 миллионов российских рублей, то есть где-то 614 тысяч долларов. Общественники предлагали конфисковать, не высказывается София Ротару, проверить вообще на какой стороне она баррикад. Писали, что квартира досталась почти даром, вопросы помог порешать бывший мэр Москвы Юрий Лужков, находится на третьем этаже 15-этажного дома. В квартире абсолютно никто не живет, СМЖ Ротару проживала то под Киевом, то в Италии, то вот опять вернулась в Украину. Телеграм-канал МЭШ пишет, что есть подземный паркинг, два лифта, переписал добро на 54-летнего сына, продажей теперь будет заниматься он. Сообщил, что после отъезда в Италию Ротару распрощалась с квартирой в Крыму и пыталась продать там отель за 2,5 миллиарда российских рублей. И нашла покупателя, местная власть предлагает национализировать это дело, никак не доведут до конца, еще предлагали переделать в госпиталь. Хорошо сказать, по сути, София Ротару-то певица неплохая, да и внешне она не хуже, чем Пугачева. Она действительно не высказывается, не хочет иметь проблемы ни тут, ни там. Российские же продюсеры говорили, что якобы не любила она в России выступать, несмотря на то, что основные это деньги получала тут. Не нравились ей длинные гастрольные туры, ведь сильно страна большая, от Калининграда до Сахалина. По поводу же продаж московской квартиры, как по мне, абсолютно никакой разницы, продавать ее будет она, либо же сын. Что думаете по этому поводу, напишите в комментарии, конечно, оцените видео, чтобы его увидели другие. Подпишитесь, вместе обсуждаем самые яркие темы. Спасибо, что со мной, с вами Жан Содель, до встречи, хорошего дня, шикарного настроения.